Я Арик Реннер, и я стою на площади философов, в центре древнего города Ефеса. Здесь долгое время служил апостол Павел, и не только он, Акила, Прискила. Иудеи собирались здесь. Язычники жаждали узнать больше о Христе. Я уверен, что здесь, на этом месте, апостол Павел учил о действии Святого Духа, о служении Святого Духа. Язычники видели силу Божью. Возможно, у них были вопросы о силе Духа Святого, о том, как Он действует. Именно к церкви в Ефесе Павел написал столько удивительных истин о Святом Духе. Например, в первой главе послания к Ефесянам он говорит о печати Духа. В пятой — о наполнении Духом. Павел много рассказывал Ефесянам о служении и о действии Святого Духа, о наполнении силой Божьей. Нам нужна Божья сила. Если она была нужна им тогда, она нужна нам сегодня. Если им было необходимо исполнение Духом Святым, чтобы жить в победе для Иисуса, нам бесспорно нужно исполняться Духом Святым сегодня. Библия много говорит о том, как исполняться Святым Духом. Что это значит? Как продолжать им наполняться? И об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Я так рад, что вы сегодня смотрите нашу передачу, в которой мы продолжаем говорить о наполнении Святым Духом. И сегодня мы будем в особенности обсуждать языки. Что это такое? Мы подойдем к вопросу говорения на языках логически. Я человек, который любит мыслить логически. Все должно быть логично. Когда я изучаю Писание, оно для меня имеет смысл. Сегодня мы поговорим о языках. Что это такое? В частности, ответим на три вопроса. Первый — что такое языки? Второй — почему мы это делаем? Третий — какая от этого польза? Мы ответим на все три вопроса в сегодняшней программе. Хочу напомнить о нашем предложении. Одно из моих книг. «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Замечательная книга. Она рассказывает о всех качествах Святого Духа. О всем том, что Дух Святой хочет делать для нас. Ведь Он хочет сотрудничать с нами. Это книга о том, как действовать в Божьей силе. Узнать, как слышать и различать Его голос. Эффективно молиться. И твердо стоять в вере. Рекомендую вам скачать бесплатно сегодня. Хочу зачитать из нее следующее. Так как это непосредственно относится к тому, о чем я буду говорить сегодня. Здесь я пишу. Многие, кто был воспитан в религиозно-консервативных церквях, были научены, что неправильно искать духовных даров. И меня так научили. Возможно, вас так научили. Но если духовные дары от Бога, почему плохо их искать? Хороший вопрос. Если они действительно даны Богом, как проявление Святого Духа, не должны ли мы о них ревновать? Важно понимать, что Павел никогда не порицал верующих за обилие духовных даров или за стремление к ним. Нужно заметить, что в первом послании к Коринфянам 14, один Павел увещевает нас ревновать о духовных дарах. Он приказывает нам желать их. Слово «ревнуйте» передает сильное желание, заставляющее человека искать чего-то, пока не обретет, пока не получит. Горячее нетерпение что-то получить. Это не просто желание. Греческое слово подчеркнуто выражает то, что Павел хотел, очень хотел, чтобы у церкви было глубокое, сильное стремление переживать все больше и больше духовных проявлений. Апостол Павел понимал важность духовных даров. Они нужны для того, чтобы церковь жила в сверхъестественном переживании Христа. Поэтому он очень хотел, чтобы верующие хотели, горели желанием, искренне искали духовных даров. Поскольку Божье Слово истинно во всех поколениях, мы знаем, что те слова, которые Дух Святой сказал апостолу Павлу в 1 Коринфянам 14.1, Бог говорит нам и сегодня. Бог призывает нас следовать путем любви и горячо желать действия духовных даров в нашей жизни и в наших церквях. Нам нужны дары Святого Духа. Это очень хорошая книга. Скачайте ее бесплатно. Но сегодня мы обсудим три вопроса. Что такое языки? Почему мы это делаем? И для чего они? Я начну с весьма необычного отрывка для этой темы. Мы начнем с Евангелия от Матфея 12 главы 34 стиха, где Иисус утверждает нечто важное. Он говорит, «От избытка сердца говорят уста». Иисус так сказал. Мы принимаем это буквально. «От избытка сердца говорят уста». Значит, чем вы наполнены, то и будет выходить из ваших уст. Что в сердце, чем оно наполнено, избыток найдет выход через уста. «От избытка сердца говорят уста». «То, чем вы полны, то и будет исходить из ваших уст». Чем вы наполнены. Вы никогда не помешаете тому, чем вы наполнены, выйти из вас, через ваши уста. Потому что Иисус сказал, «От избытка сердца говорят уста». Это факт. Например, если вы хотите узнать, что у вас внутри, просто послушайте свою речь. Уста вас выдадут. Если хотите выяснить, что у вас в сердце, прислушайтесь к своим словам, потому что в устах избыток сердца. Или, когда говорите с человеком и действительно хотите понять, что у него в сердце, помолчите и дайте ему высказаться. Уста его выдадут. В устах человека то, что переполняет сердце. «Что в сердце, то и выйдет из уст». Я приведу примеры. Если вы переполнены страхом, о чем вы будете говорить? Вы будете произносить слова, выражающие боязнь, страх, ведь от избытка сердца говорят уста. Если вы полны страха, то из уст будет исходить страх. Если вы полны гнева, что будет выходить из ваших уст? В устах будет гнев. Злые слова. Ведь от избытка сердца говорят уста. И если у вас внутри гнев, Это проявится через уста. От избытка сердца говорят уста. Если вас наполняет обида, горечь, она проявится в словах, потому что от избытка сердца говорят уста. Если вы исполнены горечи и обиды, то из слова вы будете говорить горькие, наполненные обидой. Если вы наполнены неуверенностью, то она проявится в том, что вы говорите. Вы будете постоянно высказывать неуверенность, потому что что в сердце, то и на устах. Если вас наполняют сомнения и неверие, о чем вы будете говорить? Вы будете выражать сомнения и неверие, потому что от избытка сердца говорят «уста». Чем вы наполнены, то и будет исходить из вас. Иисус сказал об этом в Матфея 12, 34. От избытка сердца говорят «уста». Это принцип. Это духовный факт, который невозможно опровергнуть, его невозможно отрицать, никто с этим не поспорит. Иисус ясно сказал «от избытка сердца говорят «уста». Итак, что же происходит, когда вы наполнены Святым Духом? Мы уже видели, что если человек полон гнева, он будет выражать своими словами гнев. Если в сердце обида и горечь, он будет об этом говорить. Сомнения, он будет произносить слова «сомнения». Когда переполняет неуверенность, ты будешь выражать свою неуверенность словами. Если горечь, то будут слова «горечь». А что происходит, когда вы наполнены Святым Духом? Когда сердце наполнено Святым Духом. Ведь Иисус сказал «от избытка сердца» что? Говорят «уста». Через «уста» выражается Дух человека. Когда вы наполнены Святым Духом. Что будет исходить из ваших уст? Дух. Слова Духа. Это мы и видим в книге Деяний Апостолов. Мы говорили об этом в прошлой программе. Если вы не смотрели прошлую программу, пожалуйста, зайдите в архив. Потому что мы говорили о закономерности в книге Деяний. Как люди спасались, наполнялись Духом, получали крещение Духом и начинали говорить на языках. И в особенности во второй главе Деяний, когда люди наполнялись Духом, их сердца наполнялись, они говорили на языках, было духовное проявление через «уста». Они говорили слова Духа. Или в восьмой главе Деяний мы увидели, что, когда самаряне исполнили Святого Духа, что произошло? От избытка сердца они начали говорить на иных языках. Это начало выходить из их уст. В девятой главе Деяний мы увидели, что, когда апостол Павел исполнился Святого Духа, что произошло? Он начал говорить на языках. В десятой главе Деяний мы увидели, что домашние корнилия, язычники, уверовали в Евангелие, спаслись и получили крещение Святым Духом. Он настолько переполнял их, невозможно было сдержаться. Слова Духа начали выходить из уст. Почему? Потому что от избытка сердца говорят «уста». Они исполнились Духа. И начали говорить «слова Духа». Затем, в девятнадцатой главе Деяний, спустя двадцать три года, после Дня Пятидесятницы, апостол Павел пришел в Ефес, нашел там группу людей, привел их к Христу, крестил в воде, затем возложил на них руки, и Библия ясно говорит, что они получили крещение Святым Духом. В каждом из этих случаев, по словам Библии, люди наполнялись. А когда наполнялись, это наполнение находило выход наружу, и Иисус сказал «выражением человеческого Духа являются уста». Это естественно, логично. Чем наполнен ваш Дух, то и будет выходить из ваших уст. Хочу напомнить, что события книги «Деяний», которые мы вспоминали, охватывают двадцать три года. Двадцать три года. И люди по-прежнему получали крещение Святым Духом и начинали говорить от избытка сердца. Когда Дух Святой наполнял, они говорили на языке Духа. Иисус сказал «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны быть». Мы должны поклоняться в Духе и Истине. По словам Иисуса, «Бог есть Дух». Это очень важно. «Бог есть Дух». Но в первом послании Фессалоникийцам, пятой главе, двадцать третьем стихе, мы читаем, что мы также есть Дух. Мы Дух, Душа и Тело. Но мы Дух. И во втором Коринфянам, пятой главе, шестой и восьмой стихе, Библия говорит, что в теле мы дома, но однажды, когда умрем, мы выйдем из тела, и выдворимся у Господа. Это значит, то, что вы видите, это не настоящее «Я», это просто временный дом, в котором я живу. Настоящее «Я» — это Дух. Я — Дух. Тело — всего лишь мой дом. И все. Кстати, нам нужно заботиться о своих домах, о своих телах, о здоровье. Заботьтесь о своем теле. Сбрасывайте лишний вес. Занимайтесь физкультурой. Занимайтесь своим жилищем, потому что мы живем в нем, и от этого зависит наша жизнь. Но настоящее «Я» — это не тот, кого вы видите. Настоящее «Я» внутри. Я помню, когда умер мой отец или отец Денис, мы были на похоронах, и именно на похоронах ты очень хорошо понимаешь, что тело в гробу — это всего лишь пустая оболочка. Настоящего человека там уже нет. Я смотрел на отца Денис, на моего отца, и говорил, «Их там нет. Их здесь уже нет». А где же они? Они были у Господа. Тело всего лишь оболочка, в котором они жили. То тело, в котором «Я» или в котором «Вы» — это оболочки. Настоящее «Я», настоящее «Вы» — это Дух. Я создан по образу Бога. Бог — Дух, и я — Дух. Позвольте спросить, на каком языке говорит Дух? Но если вы англичанин, на каком языке вы говорите? На английском. Если вы русский, я живу в России. На каком языке вы говорите? Для русских, естественно, говорить по-русски. Если вы испанец, на каком языке вы будете говорить? Испанцы говорят по-испански. Если вы немец, на каком языке вы говорите? Немцы говорят на немецком языке. Что ж, если американцы, англичане говорят по-английски, а русские по-русски, испанцы по-испански, немцы по-немецки, то на каком языке говорит Дух? Дух говорит на языке Духа. На языке Духа. Бог есть Дух. И Он говорит на языке Духа. Мы — Дух. И наш Дух желает говорить с Богом на духовном языке. Наш Дух, когда мы придем на небеса, мы там не будем говорить на английском или на каком-то земном языке. На небе нет английского. И Дух не будет говорить на английском, на русском, на немецком, на испанском. Ваш Дух не будет говорить на каком-то земном языке на небесах. Ваш Дух — это Дух. И Он будет говорить на языке Духа. И когда мы молимся на языках, когда мы молимся в Духе, то наш Дух буквально говорит с Богом. Это реальный духовный язык, заменяющий любой человеческий язык. Когда я по-настоящему это понял, это полностью изменило мое отношение к молитве на языках. Молитва на языках — это не просто невнятные звуки. Это не просто какой-то шум или бормотание. Это язык человеческого Духа. Вот что это. И мы не способны это делать, говорить на языках, говорить на языке Духа, когда мы не наполнены, когда мы не крещены Святым Духом. И в книге Деяний мы находим в главах 2, 8, 9, 10 и 19 то, что когда люди наполняются Духом, это второе действие Благодати. Когда люди получают крещение Святым Духом, они чудесным образом начинают говорить на языке Духа. От избытка сердца говорят уста. Люди, наполненные Святым Духом. В книге Деяний об этом говорится. Они сразу начинают говорить на языках. И я называю это говорением на духовном языке. Молитва на языках — это язык Духа. Бог есть Дух. Мы с вами — Дух. И когда мы говорим на языке Духа, или на языках, мы говорим на духовном языке. Молясь на языках, говорясь на языках, мы напрямую общаемся с Богом. Это не означает, что мы не должны молиться на родном языке. Конечно, надо молиться на родном языке. Молитва на родном языке назидает наш ум, помогает различить волю Божью. Но когда мы молимся на языках, мы находимся на прямой линии общения с Богом. От Духа к Духу. В этом одна из причин, почему дьявол настолько против молитвы на языках. Он не хочет, чтобы вы молились на языках, так как дьявол понимает, что это форма прямого общения с Богом. Я люблю молиться на родном языке. Но мой родной язык ограничен. У моего Духа нет ограничений. Нет скудости словарного запаса. Дух может выразить то, что ум или земной язык не могут выразить. Поэтому, переходя на язык Духа, я начинаю молиться в Духе. Я переключаюсь на высший, сверхъестественный уровень молитвы. Думаю, вы поняли, смотря мою программу, что я верю в разумность и здравость. Я верю в то, что Библию надо изучать умом. Я человек мыслящий. Но я молюсь на языках. Я считаю, что молитва на языках логична, разумна. Если я Дух, а я Дух, то логично, чтобы мой Дух говорил на языке Духа. Я помню, как в детстве у нас была подруга, которая была инвалидом. Она была глухонемая. Она не могла ни слышать, ни говорить. Я не знаю, как это сегодня называется. Есть много новых терминов, названий болезней. В моем представлении она была глухонемой. Она просто не могла говорить. Я помню, как она выражалась на языке жестов. И был очень впечатлен ее способностью общаться с родными на языке жестов. Но было бы намного лучше, если бы она могла говорить своим языком. Она не могла. И ей пришлось найти другой способ общения, выражения. И из-за этого у нее были ограничения. То же самое происходит, когда мы стараемся молиться только разумом. Мы ограничены. У нас есть неспособность, духовная ограниченность. Но переходя на языки, мы внезапно перемещаемся в другое измерение, где мы можем выражать все в полноте, духовно, от духа к духу. Я называю это общением от духа к духу. Очень важно это понимать. Далее. Позвольте уточнить. Если вы не говорите на языках, вы не хуже людей, которые говорят на языках. Вы никогда не должны смотреть свысока на тех, кто не говорит. Дело в том, что если вы не говорите на языках, вы просто упускаете нечто, что Бог хочет вам дать. Иногда люди спрашивают, «А мне обязательно говорить на языках?» Очень странный вопрос. Обязательно или нет? Как странно. Это то же самое, что сказать, «А мне нужно получить исцеление? Я обязан получить исцеление?» Ну нет, вы не обязаны, но Иисус умер, чтобы вас исцелить. И Иисус был бит, изранен, ради вашего исцеления. Но если вы хотите быть больным, дело ваше. Вы можете оставаться больным. Или когда кто-то спрашивает, «Мне надо говорить на языках?» «Я обязан?» Нет, не обязан. Но вы можете начать молиться на языках. Это привилегия, которая дается. Но зачем отказываться от такого? Когда ваш дух получает свободу и выражает себя Богу на высоком уровне, это совершенная молитва, и Бог хочет, чтобы у вас это было избыток сердца. Это не просто разум, это другое. В 14 главе 1-го послания Коринфянам апостол Павел говорит очень важные вещи о том, почему мы говорим на языках, почему мы молимся духом, какая от этого польза? Я хочу прочитать несколько стихов. В 1-м Коринфянам, 14-й главе, 2-м стихе, Павел пишет, «Ибо кто говорит на незнакомом языке...» Смотрите, он называет этот язык незнакомым, то есть мы его не учим, он не просто какой-то обычный язык. Тот говорит не людям, а Богу. Здесь мы видим, что когда мы говорим на языке Духа, этот разговор происходит в обход нашего разума, общается Дух с Духом, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит Духом. Какая польза от говорения на языках? Очень большая польза. Когда вы получили спасение, Дух Святой вошел в вас. Это происходит с каждым, рожденным свыше верующим. И когда Дух Святой вошел в вас, Он принес внутрь вас Божий план, Божий замысел для вашей жизни. Божий план для вашей жизни уже здесь. Он внутри вас прямо сейчас. Он здесь, внутри вашего Духа. Проблема в том, что голова не знает этого плана. Этот план в вашем сердце, но не в голове. Как же сделать так, чтобы этот план Божий перешел из сердца в разум? Ведь нужно, чтобы этот план был в голове, чтобы знать, как действовать по нему. И ответ здесь, в этом стихе. Библия говорит, что когда вы молитесь Духом, вы говорите тайны. Когда вы молитесь на языках, вы буквально открываете тайны, план, Божью волю, которая сокрыта в Духе. Молясь на языках, вы начинаете говорить божественные тайны. Вы их забираете из своего Духа и перемещаете Божью волю из Духа в разум. И вы начинаете понимать. Понимание — это то, что вам нужно. Понять Божий замысел. Молитва на языках перемещает информацию из Духа в разум. Именно об этом говорит Павел в 1 Коринфянам 14.2. И потом в 4 стихе он пишет, «Кто говорит на незнакомом языке, незнакомым, потому что он незнаком по природе, тот назидает себя». Слово «назидает» в греческом — это архитектурный термин, который означает, что архитектор или строитель хочет увеличить размеры здания. У него есть план, проект, и он начинает осуществлять этот план. Вот что значит слово «назидает». Из-за того, что здание недостаточно большое, архитектор начинает сносить стены, увеличивать площадь. И он берет здание такого размера и, снося стены, расширяет метраж. Он делает здание больше и больше. И Павел использует вот такое слово «назидает», чтобы показать, что когда мы молимся на языках, мы в духовном смысле разрушаем прежние стены, расширяемся духовно, увеличиваем свой духовный объем, вместимость, молясь на языках. Вот о чем Павел говорит в 4 стихе. Итак, вот что мы знаем на основании 2 и 4 стихов. Стих 2. «Молясь на языках, вы высвобождаете Божью волю, она из сердца, из духа, когда вы говорите тайны, переходит в разум, и вы начинаете понимать, вы знаете, что делать, какие шаги предпринять. Вот что происходит, когда вы молитесь на языках». Четвертый стих. «Молясь на языках, мы повышаем свою духовную силу, производительность, назидаем себя, сносим прежние стены, строим новые, расширяя свою площадь». Мы растем, молясь на языках. Это удивительно. 14 глава 1 Коринфянам полна причин, почему важно молиться на языках. И в 18 стихе 14 главы 1 Коринфянам апостол Павел, который написал большую часть Нового Завета, он утверждает, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Неудивительно. Павлу было открыто так много, он написал большую часть посланий Нового Завета. И он получил больше откровений, чем кто-то другой. И он заявляет, что больше остальных говорит языками. Его откровения приходили к нему, потому что он много молился на языках. Когда Павел молился духом, открывались тайны, приходили откровения. Он рос, его объем духовный рос. Если мы хотим больше откровений, больше духовной силы, нам нужно развивать свой дух, молиться на языках, молиться на духовном языке. Мы будем развиваться во всем. Библия учит об этом. Матфея 12,34. От избытка сердца говорят уста. Это факт. Когда вы наполнены духом, дух будет исходить из ваших уст, и вы будете говорить на языках. Наше время истекло, но через мгновение я вернусь и помолюсь за вас. Вы уже познали личность и силу Святого Духа? Дух, посланный нам от Отца, есть Дух-Утешитель, Учитель и Наставник. Но на протяжении многих веков его личность оставалась недопонятой. Его неверно представляли и неверно толковали. Вы можете облечься силой Духа Святого и познать его лично, прочитав книгу Рика Реннера «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». Развивая глубокие взаимоотношения со Святым Духом, вы станете могущественным дуэтом, чтобы исполнить ваше призвание. Он наполнит вашу жизнь миром и научит исполняться радости. Из этой воодушевляющей книги вы узнаете, как действовать в Божьей силе, как слышать и различать Его голос, эффективно молиться и твердо стоять в вере. Прочитав эту книгу, вы узнаете, почему сверхъестественные дары должны быть неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Вы откроете могущественное действие Святого Духа в вашей жизни и жизни ваших близких. Не пропустите это специальное предложение. Дух Святой и ты. Могущественный дуэт. Прямо сейчас зайдите на сайт iGinsey.org и скачайте эту книгу бесплатно. Меня зовут Джоал Реннер и я хочу поблагодарить всех партнеров служения Рика Реннера. Ваша поддержка помогает бездомным. В мире бесчетное множество людей без крова. Жизнь и неправильные решения многим нанесли тяжелый удар. Часто, прежде чем получить шанс рассказать людям о Христе, нужно восполнить их насущные потребности. Это то, что мы делаем. Благодаря вашим пожертвованиям, мы создали возможность для бездомных людей несколько раз в неделю получать помощь и заботу. Мы предоставляем им горячее питание, одежду и медицинский уход, всем лишившимся жилья, кого только можем достичь. Затем рассказываем им о Христе. Благодаря этому проекту мы увидели потрясающие результаты и хотим сделать еще больше. Хотите ли вы стать нашим партнером, чтобы мы могли продолжать достигать бездомных? Видение, которое вы поддерживаете и которое мы стремимся осуществить, состоит в следующем. Донести Евангелие Христа и до ближайшего окружения и до краев земли. У каждого из нас своя роль. Прямо сейчас вы можете помочь людям, став нашим партнером в этой работе и поддерживая ее финансово. Для связи с нами воспользуйтесь контактами, указанными на экране и поддержите наше служение. Благодаря вам мы можем продолжать коренным образом менять жизни людей. Мне было очень приятно беседовать с вами сегодня о говорении в Духе или молитве на языках. Бог хочет этого для вас. Если вы никогда этого не делали, вы можете сделать это сегодня, просто сказав, «Да, Дух Святой, я хочу этого». Вы наполнитесь Святым Духом и от избытка сердца начнете молиться в Духе. Или если вы уже молитесь в Духе, но в последнее время этого не делали, откройте уста и говорите от избытка сердца. Вы начнете в молитве произносить тайны Божьи и своего Духа. Вы увеличите свою духовную емкость. Это мощно. Вот почему Бог хочет, чтобы вы это делали. И почему дьявол не хочет, чтобы вы это делали. И почему ваше плод не хочет, чтобы вы это делали. Делайте это, и вы перейдете на новый уровень. Хочу напомнить вам, что я предлагаю вам книгу, которая называется «Дух Святой и ты. Могущественный дуэт». В ней я делюсь. Зачем нужны дары Святого Духа? Нам нужны дары Святого Духа. Это настолько прекрасная книга. И я хочу, чтобы она у вас была. Вы можете зайти на наш сайт ignc.org. Рекомендую вам скачать бесплатно сегодня. Я прочитаю вам лишь один отрывок. Послушайте. Вы имеете доступ к бесконечным богатствам Духа Святого для нужды данного момента. В вашем распоряжении гораздо больше, чем то, что вы уже приняли. И чтобы начать, нужно всего лишь сказать «Да, Святой Дух». Подумайте, какую помощь может вам дать утешитель в разнообразных сложных ситуациях. Спросите Господа, что вам нужно изменить в этих обстоятельствах, чтобы вы смогли принять все необходимое от Духа Святого. Эта книга написана, чтобы помочь вам принять то, что Дух Святой хочет вам дать. Замечательная книга. Отец, во имя Иисуса, благодарю Тебя за возможность нам быть сегодня вместе. Я благословляю моего друга, провозглашаю избыток помазания Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что были с нами. И помните, Иклесиас 184, где слово Царя, там власть. Увидимся в следующей программе.